Практическая психология Эмоциями и едой Безусловно Связь между эмоциями и едой Существует прямая И об этом уже слышим Мы в принципе часто А когда мы это видим А когда мы это видим в жизни Ну если честно Многие не замечают Когда они занимаются перееданием Ну то есть например Я сейчас очень сильно расстроилась И для того чтобы мне вернуть Своё душевное равновесие Я пойду и съем булку какую-нибудь Может быть не факт что вы пойдёте Булку с маслом есть Но возможно чашечку кофе С какой-нибудь конфеткой Которая в большинстве случаев В тумбочке на рабочем месте имеется Скорее всего вы это сделаете То есть вы не просто пойдёте выпить Горячей воды Горячего чая Вы ещё пойдёте с чаем какую-то неполезность Либо печенюшку, либо конфетку Всё-таки использовать будете Хорошо Давайте попробуем Прямо основательно Шаг за шагом Во всём это разобраться И так каждый человек испытывает голод Но голод это наша такая потребность Базовая Если я проголодался Значит мне надо удовлетворить Эту потребность На какой-либо пище А потом я глядишь Дальше начну что-то действовать Поиском заниматься Или там ещё что-то Но голод и аппетит Это две разные вещи Голод и аппетит На самом деле две разные вещи Потому что правильно вы говорите Что голод это наша базовая потребность И для того чтобы удовлетворить голод Ребёночку маленькому что даётся? Молоко Молоко Он получает еду Вместе с этим он получает Потребность в безопасности Потребность в любви он удовлетворяет В материнской заботе В ласке, в опеке То есть он чувствует себя комфортно Уютно Вот про что мы говорим Что голод и еда Вот это вот Они неразрывные процессы Но у нас ещё есть такой Термин как аппетит Потому что аппетит как раз связан С удовлетворением еды С эмоциональной стороны То есть мы Именно с точки зрения аппетита Кушаем Когда с подругой встречаемся Мы не полноценно обедаем Ну чаще всего А берём какую-нибудь вкусняшку И кофе например То есть например Если нам очень скучно Мы что идём Мы идём к холодильнику Смотрим что есть на столе И мы просто вот берём всё Что под руку попалось И начинаем точить сушечки Печенюшечки Конфеточки Если они есть Яблочки И это всё Вне нормального приёма пищи Да Это вроде бы как Заедаем эмоции опять-таки Ну не скучно Да скучно Или там вот я телевизор смотрю Сейчас Мне нечем заняться То есть ты займи руки То там да Чем-нибудь Творчеством Каким-нибудь Нитками Да-да-да Получается что мы этого не делаем Ну и вообще считается Что эмоции Это же подарок для человека Потому что это собственно говоря Защитная функция наша Мы благодаря эмоциям Можем вообще регулировать Весь наш процесс Энергосохранения Да И мы где-то можем Отреагировав То есть получив Получив какой-то стресс Мы благодаря эмоциям Можем отреагировав Или наоборот уйти В какие-то вот Защитные механизмы Дабы не навредить себе Чтобы сохранить Свой энергопотенциал Вот То есть эмоции Эмоции возникают быстрее мыслей Да Эмоции на самом деле Возникают намного быстрее мыслей И вот потом Когда уже мысль приходит Когда мы уже соединяем Весь этот процесс Что Ага Я как бы так-то Страстанул немножко Но не отреагировал никак Как бы Ну вот Ну да Что-то происходит А в этот момент Вы получается Все равно Ситуация произошла И вы что-то вот Неосознанно Да Проделали Поэтому этот процесс Очень сильно взаимосвязан Как мы функционируем В течение дня Что мы проживаем С кем мы общаемся Где мы находимся И вот этот вот момент Он конечно Ну безусловно Связан с эмоциями Да И плюс ко всему Наверное физиология Да Я например Замечала ее по своему телу Что как Начинается Холоднее на улице Так мой организм Начинает Подкожно-жировую клетчатку Как будто бы Там Наращивать И наращивать Да Эти моменты тоже есть Потом Если например Холодно на улице То Мне кажется Это тоже Не знаю На эмоциональном уровне Или нет Но хочется Горячих Наваристых супов Конечно Хочется там Каких-то Мясных блюд Да Может быть там Где-то даже там Сальса Еще что-то Да То есть мы опять-таки С вами Испокон веков Вот мне кажется Да Вот такие моменты Это тоже Определенный Такой пункт Да Который не стоит Скидывать с весов И тут как раз Можно тогда сказать Вот о тех Моментах Когда мы едим Под влиянием эмоций Вот здесь Можно рассказать Об этом То есть Первый пункт Это Когда у нас Есть закрепленная Модель поведения Из детства И что происходит В эти моменты То есть Когда В большинстве Есть дети У нас И когда ребенок Себя ведет неправильно Мы ему что Говорим Ты сейчас успокойся И пойдем Мы тебе купим мороженое Ну вот ты сейчас Всю секунду Ну вот успокойся И приди в чувства Или ребенок вам говорит Или ребенок Мама Я вот сейчас Тут себя хорошо буду вести Но ты потом Мне киндер сюрприз Пожалуйста Да Ты мне потом Похвали меня То есть у ребенка Закрепляется Модель поведения Что Как бы Хорошее поведение Равно еда Причем Какая-нибудь сладкая Какая-нибудь сладкая Кроме того Есть Вот эти вот Пищевые моменты Которые в детстве Закрепляются Они во взрослом Возрасте Даром не проходят Никуда не деваются Я и говорю Что да Вот этот момент Что мы соединяем его Из детства А потом переносим Во взрослую жизнь Это как раз Вот про то Что Никуда от этого Не деться То есть если Мы не понимаем Почему Это происходит На меня накричал начальник А мне хочется Пойти выпить чай С конфеткой Ага Или пиво Или пиво С рыбкой То есть мы не понимаем Кто как снимает стресс Кто как снимает стресс Да Вот То есть Это вот модель Закрепленная Поведение Из детства Еще Потом у нас есть Тот фактор Что мы не умеем Справляться с эмоциями Да И собственно говоря Используем еду В качестве переключателя С негативного На позитивное Вот Традицию застолья Никто не отменял Да Вспомните Как В нашем же детстве Были все вот эти традиции Там Приехали гости И только тогда Вот как-то вот кто-то Где-то доставал Эту коробку мороженого Делились там На огромное количество Братьев и сестер Да Или там бананы Которые были в дефиците Мы ждали Чтоб они там Позеленеют Лежа на шкафу наверху И пожелтеют Зеленые бананы Да Вот То есть Вот эти моменты А сегодня у нас Все это в доступности То есть Тортики мы пекли Тоже только по праздникам Да Конечно Пекли мы их По-честному На маргарине тоже Да Потому что Ну Сливочное масло Было очень дорогим продуктом Но тем не менее Мы их не ели каждый день А сегодня торт Это все доступно В доступности И ребенок Идя из школы Может себе хорошо Он торт не съест Но пироженку Он может себе купить Потому что Ну она не так дорого стоит И карманные деньги Собственно говоря У деток В большинстве своем есть Чипсы То есть Да Все равно Вот эти вот все Возможно же фастфуд Да То есть Неполезные все Вот эти продукты Да Ну вот Вот это Получил двойку Да Иду мимо Расстроился Да И пойду-ка я Вот кока-колы Выпью И чизбургер съем Какой-нибудь гамбургер Вот При этом При всем Там же очень сильно Начинает подскакивать Уровень сахара Да Если мы говорим Опять же Про детское ожирение То есть Там в колоссальные разы И происходит Очень сильная зависимость Из-за опять же Составов Тех продуктов Которые там есть То есть Я уверена Что большинство детей Даже просто Этот момент Не отслеживает Ну мне кажется И большинство родителей Вот например Я даже Сейчас поймала себя На мысль Что я как мама Вроде бы такая Соответственно Но иногда думаю Ну да Сейчас мы погуляли Там в парке Ну давайте Хорошо Давайте там По чизбургеру По картофелю фри И для себя Вторичную выгоду Ну хотя бы Ужин не буду готовить Понимаешь Главное Я тебя все успокою Но ведь не так часто Но тем не менее У ребенка Уже возникает Что Связь удовольствия Плюс вот эта еда И закрепляется еще Что мы с мамой Погуляем А мама потом Обязательно Побалует Какой-нибудь Вкусняшкой То есть Это вот как раз Поведение Вот эта модель Поведения детская Очень часто Ведь и в кино Точно так же Идем Попкорны Сладкие Газированные напитки То есть везде У нас прямо психология Куда бы ты ни шагнул Куда бы ни посмотрел Везде вот эта психология Вот пожалуйста Прямо мы сейчас разобрали На практике Те самые Пищевые Привязанности Которые мы формируем Сами у своих детей Ну и у себя Разумеется Тоже Да-да-да Ну вот и еда Которая нам помогает Справляться со стрессами Хорошо Олеся Очень полезно Увлекательно Давайте сейчас поговорим О том Что Например Бывают ситуации в жизни Когда мы Вдруг себе разрешаем Ну когда Вот прямо Это уже изучено Да Исследовано Когда Почему-то наш организм Начинает набирать лишний вес Что это за ситуации такие Ситуаций на самом деле Очень много Если брать практику То ситуаций очень много Если мы говорим О взрослых людях Да Пока В большинстве своем Как бы Ну мои клиенты Это взрослые Осознанные люди Которые приходят И говорят Ну все попробовал Ничего с этим сделать Не могу Помогайте И какие здесь моменты То есть Стресс Который Произошел В жизни человека Причем Очень часто Это не сиюминутный стресс Да А стресс Отложенный такой Произошел У кого-то Ну даже доходит До детских Конечно травм Но очень часто Это бывает стресс Ну как правило Года три Четыре назад Случившийся И очень тяжело Перенесенный Вот То есть Там находясь В состоянии стресса Человек мог есть Мог не есть Но как правило Люди говорят о том Что я был Стройным Я был Энергичным Мне было Классно Но Что-то сломалось Но что-то сломалось У него произошел стресс И когда он Из этого стресса Начал выходить Тело начало добирать Тело просто Начало добирать 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 И набрало Вот В общем Многие же так Да Говорят Ну я Тут просто Наверное Разленился Сейчас надо Спортом позаниматься И приходят И такие И заниматься Начинают И пищевые моменты Регулировать Поведенческие Все моменты Да Выстраивают Пищевые привычки Простраивают Прямо с диетологами Садятся Со специалистами Простраивают Все эти питания Сдают гормоны Все Не работает Вот не работает Потому что Есть якоречек Потому что Есть якоречек И тогда Именно врачи Уже говорят о том Что скорее всего Вам уже к психологу Потому что Есть что-то Что сидит Как якорь Который является Основой Основой Для того Чтобы Процесс пошел Вот Как правило Идут не сразу Как правило Приходят спустя Полтора Два года Перепробовав Стресс У нас вырабатываются Гормоны Которые Не могут Просто нервную систему Восстановить За тот период Пока молодая мама Спит И очень часто Мы на это Откуда появляются Все после Депрессивные После родовой депрессии Именно оттуда же Что просто Нарушен режим Нарушен режим Сна Приема еды Приема питья Вот это вот Все в кучу В кучу В кучу Ну и собственно Играет результат Налицо Ребеночек Немножечко От мамы Отходит И мама Что начинает Вместо того Что Она начинает Просто набирать Лишнее Вот Еще Часто бывает Такая причина Вышла замуж Или женился И вдруг Что происходит И больше никуда Торопиться не надо Да Девочки что говорят Ну я уже вышла замуж Можно особо не стараться Да мне уже никуда Да Мужчины что говорят В таких случаях Можно полежать Да Теперь же я не альфа-самец Который должен бегать И искать Кого-то завоевывать Да Тут кого-то Могу там Килограммов 15 Легко себе Набрать А потом Как трудно с ними Растаться Пельмени Со всякими Неполезными Алкогольными А здесь Как может психолог Помочь Здесь как Здесь надо смотреть Почему произошло Вот состояние Вот этого Именно перехода Из одного статуса В другой И что этот статус Какие вторичные выгоды И какие тут появились Да Моменты Из-за которых Собственно говоря Опускаются руки Очень часто Вот тут вот У девочек Срабатывает такой момент Так у меня и мама Собственно говоря Вот такая Вот зачем мне быть другой И мама же вот Удачно замужем Столько лет Несчастливый с папой То есть что это такое В нашем с вами случае Это повторяющийся сценарий Говорить о том Что гормон Лишнего веса Его нет Это миф Гормона лишнего веса Не существует То что у меня там Бабушка была толстая Мама толстая Там я толстая Ребенок у меня толстый Это миф То есть это неправильные Пищевые привычки Это неправильный сценарий Это то что мы перенимаем От своей семейной системы И несем Дальше Дальше в то что мы уже создаем сами То есть мы неправильно Кормим своих деток Мы неправильно Относимся к режиму Употребления еды Да Возьмите даже Прием еды Как это происходит За телефонами За телевизорами За книгами То есть мы не наслаждаемся Процессом еды Мы на нее не смотрим Мы ей не Сыщаемся Не насыщаемся А мы просто механически Это делаем И одновременно Смотрим телевизор Перекладывая из одного сосуда В другой Да Если там еще какой-нибудь Негатив происходит Так мы еще и кучу негатива Вместе с этим съедаем Поэтому это такой момент Очень тонкий На самом деле Вот работы с клиентами Когда тут есть и эмоции И связь еды И вот Всех вот этих вот сценарных Семейных паттернов И вот Вот такой вот клубочек 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 Который иногда можно Размотать Да И в итоге получить Хороший результат Хороший результат Можно получить Причем Налаживая систему питания Люди приходят к результатам В первый месяц Олеся Какие еще Вот мы сейчас называли С вами там Вышла замуж Родила ребеночка Вот такие ключевые моменты Потеря близких Потеря близких У некоторых даже бывает Очень сильно стрессы переносятся Воспринимают животных Как детей И когда теряют Да Питомец уходит из жизни Они воспринимают это Как потерю члена семьи С этими моментами Тоже сталкивалась А у деток? У деток У деток кстати да Интересный момент Есть когда появляются Младшие дети Старшие да Чувствуют нехватку Вот этой вот любви Родительской Мы с вами вначале Проговорили что голод это да И аппетит это вот Две разные вещи Разные вещи Но они близко связаны с тем Что малыш удовлетворяет Свои базовые потребности И когда появляется еще один Член семьи Младший да Старшему уже Внимания не хватает И вот получается что Вот это вот на уровне Бессознательном Что его любят больше Меня меньше И ребенок просто начинает Набирать вес Набирать вес При этом при всем он может И не есть То есть кто худеет Кто-то набирает Есть такое в психологии Понятие когда я Тогда буду увеличиваться В размерах Чтобы меня заметили Да и стали больше Уделять мне внимание Чтобы меня заметили Да Хорошо Итак Какие такие основные Ключевые моменты Мы можем с вами Сейчас проговорить У нас программа Практическая психология Да с практической точки зрения Как правильно Вести себя Вот ежедневно В кругу своей собственной семьи Да Для того чтобы И вы были в хорошем Таком здоровом для себя весе И ваши дети в будущем Тоже имели здоровые привычки питания Хочется сказать Здесь о том моменте Что пока вспомнилось Да Что очень часто Зная о том Что еда неполезная Мы начинаем испытывать За это чувство вины И стыда Ах ты да Точно точно Об этом давайте проговорим Вот это вот Такой тоже интересный момент И Тут нужно остановиться И сказать стоп Ну да Сегодня я съела Лишний кусок торта Ну да Я сегодня разрешила себе Там кусок Пирожное Там пельмени Там я не знаю Но я знаю Что можно по-другому И я просто Как бы Не буду себя за это винить Да Я завтра просто Ну не буду я есть неправильные продукты А мы что делаем Мы на чувство вины Накидываем еще неправильной еды И собственно говоря Вот этот вот снежный комочек Кто у нас наматывается Я же уже все равно виновата И кстати вот этот вот фактор Когда детки тоже во всем виноваты Да У них тоже вот это вот Срабатывает Срабатывает Я виноват И вот как вы правильно говорите Чтобы привлечь к себе внимание Я хотя бы так обращу на себя внимание То есть кто-то начинает болеть Ослабляется Происходит ослабление иммунитета Да А кто-то вот с точки зрения Вот этих вот пищевых нарушений Уже обращает так на себя внимание родителей Вот И так изначально Да Вот у нас есть родители И есть дети Да То есть как должны себя вести родители Чтобы Ну во-первых для детей Это было тоже примером Да Да То есть мы как родители Все равно Если имеется проблема у ребенка То безусловно Нам как родителям Нужно показать пример Что Да это проблема Но у каждого Да это задача Да это задача Ну то есть да Проблема Слово проблема Мы не используем в психологии Да это задача И у любой задачи есть решение То есть если мы просто перекладываем На логику На математику Мы просто начинаем С этой задачи что делать Мы начинаем ее решать Раскладывать на состальные Раскладывать да Какой должен быть завтрак? Какой должен быть завтрак? Ну, давайте мы на завтрак поедим кашу. Уберите вы у ребёнка, пожалуйста, молоко и сухие завтраки. Ну, просто это табу. Ну, дайте ребёнку нормальную сваренную кашу на воде. Понятно, он к этому не привык, он вам будет кидаться и говорить, что мама, это невкусно, я это есть не буду. Сколько нужно времени, чтобы сформировать вот эту привычку употребления, например, вот этих же каш и супов на обед? Если, к примеру, есть вообще супы. Любая привычка формируется почти три месяца. Три месяца. Новая привычка. И тут, на самом деле, нужно запастись колоссальным терпением. И в первую очередь, напомню, начинать с себя. То есть просто накладываю себе тарелку каши, даже если я её не ем. Ну, я положила себе две ложки каши. Положила туда орешек, положила туда яблочко тёртое. И я эту кашу вместе с ребёнком ем. И при этом, при всём говорю, как это вкусно, несмотря на то, что это невкусно. Ну, смотрите, и тут ещё, наверное, такой важный момент, чтобы трапеза была совместной, да, чтобы не получилось так, что... Да, и исключаем, опять же, мультики, просмотры мультиков за едой. За едой и убираем все гаджеты, да, то есть всё, мы сейчас едим и общаемся. То есть это вот совместная трапеза, она обязательно. Ну и омлетики, варёные яички, да, вспомним, как нас кормили в детском саду. Да, творог по утрам тоже можно. Творог по утрам, сырнички, да, то есть полноценная, нормальная, хорошая домашняя еда. И чтобы всё-таки вопросов... Ни чай, ни бутербродов имеется в виду, да, вот это у нас уже... Это вошло сегодня в привычку, потому что это удобно. Но если рассматривать с точки зрения здоровья, там нет совершенно ничего полезного, и через полтора-два часа вы захотите кушать. Наша задача насытить организм так, чтобы чувство голода появилось через три часа. Через три. То есть полтора-два часа это будет появляться что? Аппетит. Потому что я недоел. И поверьте мне, спустя вот эти вот колоссальные дни вашей работы вы заметите результат. Потому что начнут подстраиваться дети, мужья, там, я не знаю, если это начинают делать... Мне нравится во множественном числе мужья. Если это начинают делать мужчины изначально, да, привнося какие-то новшества, понятно, что семейная система начинает шататься, и женщине очень сложно перестроиться, как она готовила раньше. Но действительно, это вот так вот. Завтраки, обеды, ужины, они должны быть горячими. Обязательно? Обязательно. У нас допустимый вариант только перекус такой, да, прохладный, а завтрак, обеды, ужины, это должна быть горячая, нормальная еда. А вот. Хорошо. Дальше какие? С точки зрения еды мы проговорили, с точки зрения вот эмоций и чувств, обязательно отслеживать, что вы, почему вы берёте определённый продукт, и что вы сейчас в данный момент с точки зрения эмоций проживаете и чувствуете. То есть почему... Я хочу сейчас это зелёное яблоко съесть, потому что я зол, к примеру, там, да. Или наоборот, может быть, я очень рад. Или я очень рад, и мне хочется сейчас поделиться этой радостью с этим яблоком? Я не знаю, как к этому можно отнестись, но на яблоки это сложно перегладывать, потому что чаще мы за яблоками-то не ходим. Чаще мы идём за чем-нибудь всё-таки сладким для того, чтобы вот эта вот радость или, наоборот, какое-то горе, его помочь поражить. Это делается с помощью других продуктов. Вообще хорошая привычка, если всегда на столе в вазе есть фрукты, да, это, наверное, мне кажется, самое меньшее зло, или я ошибаюсь? Это ошибочное такое вообще мнение, потому что фрукты – это огромное содержание глюкозы. Глюкоза – это тот же сахар. И чтобы у нас не было вот этих вот всех скачков... Это вот лёгкие, получалось опять вот эти лёгкие углеводы, да? Это лёгкие углеводы, да. То есть чтобы не было вот этих скачков, чтобы нам не хотелось неполезной еды, нам нужно кушать нормальные полноценные крупы. И желательно 3-4 раза в день. 3-4 раза в день, и всё, крупы? Крупы, ну, понятно, там, с белочком, там, с молочкой, с творогом, я не знаю, там, с мясом, с курицей, с рыбкой. То есть разные просто крупы нужно кушать. Хорошо, вот я отслеживаю, что вот у меня сегодня, сейчас, например, такая эмоция, там, да, чувство, например, неудовлетворённости, опять-таки, да, чувство, там, усталости какой-то, да, и я хочу сейчас, не знаю, там, сделать себе бутерброд. Там, беру булку, джем, эту булку. А вот что вы сейчас хотите на самом деле? Вы хотите, испытываете что? Вы испытываете голод или аппетит? То есть если вы говорите о том, что я сейчас настолько расстроен, там, зол и всё остальное... Это, наверное, аппетит у меня, наверное, да. Это аппетит, это аппетит. И вот на самом деле в такой момент, очень правильно поймав это состояние, да, пойти заварить себе просто чашку травяного чая. Ага, то есть в любом случае можно попить? Конечно, конечно. А не давиться этой булкой с джемом, да? Да, отследив эмоцию, мы просто можем себе помочь, выпив чашку тёплой воды, подогрев чайник просто тёплой воды. Если есть лимончик, добавили лимончик. Если нет, просто тёплая водичка. Даже стакан обычной воды, он поможет вам снять вот это вот нервное напряжение. И на самом деле есть, опять же, в психотерапии эмоций, да, такое правило, что да и в психологии пищевого поведения, и в нутрициологии, и диетологии уже говорят специалисты о том, что суточная норма – это у нас 30 миллиграмм воды на килограмм массы тела. Конечно, это много, если вы воды никогда не пили. Но и телу, и эмоциям, да, нам помогает справляться со всем вода. Просто вода. То есть попили водички, сняли вот это вот немножко состояние, и потом уже понимаете, а сколько я времени вообще не ел? Задаете себе следующий вопрос. Сколько прошло между этим приёмом еды и тем состоянием, если, простите, я не ел 5 часов? Да как это нормально, что я так-то захотела вообще булку? А если 2 часа, то это уже для меня? Ну, 2 часа бывает всё-таки, что может быть, может быть уже время покушать, потому что могли что-то не доесть из нутрицентов, да, из нутриентов, простите. Могли не доесть, и, собственно говоря, поэтому уже голод-то пришёл раньше. Хорошо. Следующий момент тогда. Каким образом мы можем уже изначально проводить профилактику, да, вот этого лишнего веса, чтобы его не было? Учиться взаимодействовать с эмоциями. Так. Налаживать правильный питьевой баланс, пищевой приём, да. Прямо можно ставить будильнички, не стесняться, каждые 3 часа, вот чтобы у вас стояла напоминалочка, и вы пошли покушать, да, правильно составляя рацион. Что ещё можно делать? Обязательно включить прогулки, утренние зарядки, да. Режим хороший, да? Режим сна выработать. То есть пересмотреть вообще, если вы уже в этом состоянии живёте, да начните просто писать пищевой дневник, да, что вы едите. Не надо заморачиваться ни диетами, ничем. Вообще диета переводится у нас как образ жизни. Термин диета – это образ жизни, да, но у кого-то образ жизни – это пойти пиво с рыбой поесть, там пельмени зажарить, там, я не знаю. Кто-то всё время на травке, да, тоже образ жизни. Кто-то, вот, например, ест одно, не ест другое, то есть это тоже его диета, ну, там, да, что-то правильное выбирает на себя, там, например, белки с клетчаткой ест, а углеводы вообще не ест. И потом не понимает, откуда появляется дикое чувство зверства и вообще недовольства всем, что вокруг происходит. И, наверное, в завершении ещё я хотела бы поднять тему сахара, который он сейчас так активно везде муссирует, да. Всё-таки когда ощущение, что что-то у меня сладкое есть за щёчкой, какой-то бы и жизнь удалась, и всё прекрасно, да. Ну, дети вот так бегают, одна конфетка, вторая, третья, четвёртая. Чай просто не буду пить, положите мне, там, два кусочка сахара, там, ещё кашу не буду есть, обязательно она должна быть сладкая. Как вот здесь детям объяснить, с точки зрения психологии, что сладкое не всегда наш с вами друг? Детям, наверное, это сложно объяснить. Это надо с себя начинать, да? И вообще невозможно, потому что... Ну, я сама мама двоих детей, и мои дети едят сладкое. Но тут нужно очень чётко понимать, что сладкое у нас очень сильно ослабляет иммунную систему. Врачи не дадут тут соврать, да, что когда дети болеют, рекомендуется сладкое убирать совсем. На курсе приёма антибиотиков сладкое не используют совсем, потому что процесс лечения либо затягивается, либо не работает. Вот. Сладкое... Вообще сахара – это вообще очень страшная штука. Ну, очень страшная штука и для нас, для взрослых, и для детей. Именно вот белый сахар, все вот эти вот производные сахара. Поэтому не объяснить. Это просто нужно брать и постепенно-постепенно из своего рациона убирать. Чем мы заменяем? Перестать покупать сахар вообще, да? Перестать покупать сахар вообще – это вообще идеальный вариант. Но к этому нужно прийти постепенно. В продукты можно заменить сахарозаменители. Есть хорошие, да, качественные вот эти вот выборочные продукты. Сахарозаменители, мёд. Да, то есть, ну, сделайте вы кашу, сделайте вы сырники, но не с традиционным сахаром, а с маленькой ложечкой сахарозаменителя. Положите в кашку мёд. Ну, понятно, бывают моменты с аллергиями. Хорошо, спасибо большое. Ну что, сегодня мы говорили об эмоциях и еде. И гостей нашей программы была Олеся Чучалова, практикующий психолог, а также специалист по здоровой еде. Это была программа «Практическая психология». Олеся, большое вам спасибо, было очень интересно. Спасибо. Всего доброго. Практическая психология.